Месяц апрель в нашей церкви назван месяцем освящения, и мы будем говорить об освящении, о том, что нам нужно для того, чтобы измениться, для того, чтобы стать лучше, для того, чтобы быть более подобными Иисусу Христу. И тема моей проповеди сегодня так и называется, что нужно, чтобы измениться. Что нужно, чтобы измениться. Я не знаю, как вы, думаю, что, скорее всего, точно так же, как и я, задавали этот вопрос себе не раз. Сталкиваясь с какими-то трудностями, которые тяжело побороть в нашей жизни, я лично себе много раз задавал этот вопрос, Господи, что мне нужно сделать? Что мне нужно сделать? И сегодня мы попытаемся получить несколько ответов на этот вопрос. Недавно мы дома затеяли ремонт, и причина, по которой мы начали его делать, это дискомфорт, который нам создавала устаревшая мебель, устаревшая планировка, устаревший интерьер предыдущего ремонта. Когда мы начали освобождать комнату от разных вещей, для того, чтобы мастера могли прийти и приступить к работе, знаете, меня посетила одна мысль. Я подумал, интересно, вот вроде бы у нас есть жилье, но несмотря на то, что оно у нас есть, нам в нем живется дискомфортно. И на это есть причины, которые этот дискомфорт нам приносит. Что-то подобное сегодня может быть и в нашей жизни. Мы можем быть христианами, мы можем быть членами церкви, мы можем читать Библию, мы можем даже молиться, мы можем ходить на служение, но в то же время бороться с какими-то твердынями, бороться с каким-то нас запинающим грехом, бороться с нашим характером скверным, который приносит в нашу жизнь дискомфорт и лишает нас возможности иметь вот эту полноту, которую Бог может нам с вами давать в Иисусе Христе, когда мы находимся в церкви. Лично меня всегда интересовал этот вопрос, почему Бог одних меняет, а другие вроде бы и сражаются, вроде бы делают правильные вещи, но перемены в ихнюю жизнь так и не приходят. Неужели Бог избирателя? Неужели Бог избирательно подходит каждому? Я уверен, что нет. Он любит всех нас одинаково. Он за всех нас заплатил цену. И сегодня в нем мы имеем искупление грехов. Сегодня в нем каждый из нас имеет прощение грехов. И сегодня у него есть сила для каждого из нас, для того, чтобы изменить нас, очистить нас и преобразить нас. Просто перемены в нашем характере зависят не только от Бога, хотя безусловно меняет нас только Он. но и от нас, когда мы делаем шаги навстречу Ему, давая Ему возможность нас изменить, давая Ему возможность нас преобразить. И сегодня я хотел бы, чтобы мы прочитали историю о преображении Иисуса Христа. Я верю, что из этой истории мы возьмем для себя несколько практических шагов, несколько практических уроков, которые послужат нам в нашем личном преображении. В Луки 9, 28-29 написано, «После сих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он, Иисус, на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда сделалась белую и блистающую». Знаете, когда мы читаем эту историю, мы видим, что Христос, зайдя на гору с учениками, обратившись к Богу, преобразился. Давайте скажем, другими словами произошли видимые изменения. И сегодня я хочу говорить о шагах, которые помогут нам точно так же достичь вот этих видимых изменений в нашей жизни. Когда Божья природа сможет проявиться настолько в нашей человеческой природе, что будут видны видимые изменения в тех местах, с которыми мы с вами сражаемся, в тех местах, с которыми мы с вами боремся. Возможно, это какие-то твердыни, грехи, запинающие нас, это наш скверный характер и тому подобное. И первое, первый пункт моей проповеди звучит так. Бог меняет на вершине. Эта же история, описанная евангелистом Матфеем, в 17 главе, первый стих. По прошествию дней шести взял Иисус Петра, Иакова, Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних. Иисус Христос проделал сложный путь на вершину горы, которую Матфей назвал высокой. Он поставил на этом акцент. Скорее всего, эта гора, она была гораздо выше, чем те горы, которые окружали ее рядом. О чем это нам говорит, дорогие братья и сестры? О том, что Бог бывает, ожидает нас немного дальше, чем мы обычно приходим в молитве. Бывает так, что Бог ждет нас немного дальше, чем куда мы обычно доходим в нашей с вами молитве. Через поверхностную молитву Бог производит в нас поверхностные изменения. Через глубокую производит глубокие перемены. Через глубокую производит глубокие перемены. Возможно, нам нужно пересмотреть нашу молитвенную жизнь. Возможно, наша молитва сегодня поверхностная. И этот путь не такой тяжелый для нас. Возможно, он обыденный, как все остальные горы, которые окружали эту гору. И есть точка, есть пик, на который мы обычно с вами поднимаемся. Но сегодня для того, чтобы нас преобразить, Бог, возможно, хочет, чтобы мы поднялись немного выше. Чтобы мы углубились, чтобы мы прошли в нашей молитве немного дальше. Как это сделал Христос для того, чтобы преобразить нас. Один брат, бывший наркоман, которого Бог освободил от наркотической зависимости, был в церкви. Знаете, попался на уловку, попался на грех, грех порнографии. Подсел на эту систему. И если я не ошибаюсь, наверное, на протяжении лет трех или четырех он был в этой зависимости. Самое интересное, что он делал все для того, чтобы получить свободу от этого порока. Он приходил к служителям, он исповедовался, он каялся в своих грехах, он заручался поддержкой служителей, он делал много шагов, к нему применялась церковная дисциплина. И были такие периоды, когда действительно он стоял, он был в какой-то период в свободе, но потом по каким-то причинам он опять возвращался к этому греху. Знаете, глядя на этого человека, честно скажу, мне было его жалко. Жалко потому, что человек, находящийся в церкви, человек, знающий Бога, по своей природе был несчастным. Из-за того, что грех в его жизни преобладал, из-за того, что он не мог его победить. Знаете, один раз он рассказывает, он лег спать, и в тот момент, как он лег спать, начало появляться сильное похотливое желание залезть в порнографию. И поначалу он пытался как-то там отмолиться, но желание было настолько сильным, зашкаливающим, что никакая молитва и ничего сразу отпало в сторону. Он говорит, я полез, взял планшет, начал что-то вбивать в этом поисковике, ну то, что ему было интересно. Но говорит, этот грех меня настолько измучил, он настолько меня достал, что я не хотел этого делать, но ничего не мог с собой поделать, потому что что-то влекло делать это. Говорит, я не знаю, как я начал кричать, находясь посреди дома, Иисус, помоги мне. Я так больше не могу. Иисус, помоги мне. И он говорит, что каким-то образом у меня получилось не залезть в порнографию, а набрать на планшете какое-то поклонение, какое-то прославление. Говорит, я включил музыку и начал сквозь зубы пытаться петь и молиться и кричать Иисусу, чтобы он мне помог. Прошла одна песня, вторая, третья. И вот он рассказывает, что мне стало легче. Мне стало легче. Вот это сильное желание, оно начало пропадать. Впоследствии, говорит, я начал молиться, я начал просить Бога, чтобы Бог меня освободил. Я начал каяться, я начал исповедоваться, я начал ему жаловаться, что я не могу победить, что я бессилен, что только ты можешь это сделать в моей жизни. И знаете, что самое интересное? Молитва и поклонение за свою свободу продолжалось целую ночь. Потому что он говорит, когда он пытался лечь спать, когда ему было хорошо, и только укрывался одеялом, это желание начинало подступать. Но это еще не все. Последующие две ночи были идентичными. Все происходило одинаково. И он шел именно этим путем, молился. А так как человек работал, он говорит, я уже перестал соображать, потому что я ночами не сплю, работаю. И он пошел на служение. После этих трех дней борьбы было служение. Он пришел на служение. Знаете, и на служение заиграла песня поклонения. Он говорит, я ничего не делал. У меня, говорит, появилась резкая боль, режущая резкая боль в области паха. Потом это все начало подниматься и резать всю внутренность. А потом, говорит, я начал сильно кашлять. И потом, когда, говорит, я прокашлялся, я почувствовал, что я свободный человек. Что Бог меня освободил. Но знаете, что самое интересное? Брат, этого брата действительно освободил Бог. Уже прошло много лет, он полностью свободный, у него есть семья, он служит. Это благословенный, хороший человек. Но знаете, что он сказал? То, что, говорит, произошло со мной на служении, это не, говорит, причиной этому было то, что происходило все эти ночи. Причиной этому была глубокая молитва, в которой он был, находясь в борьбе за свою свободу. Хочу сказать, повториться то, о чем я уже говорил, что поверхностная молитва, через поверхностную молитву Бог делает поверхностные перемены, а через глубокую – глубокие. Второе, о чем я хочу говорить, Бог меняет на своей территории. Для того, чтобы подняться вверх, туда, где Бог Отец преобразил Христа, ему пришлось оставить то, что находилось внизу. Сегодня есть категория христиан, которые сражаются с грехом, которые противостоят греху, но не одерживают победу в этом сражении по причине того, что ведут сражение внизу, у подножья горы. Это те люди, которые не готовы оставить ту среду или то общество, где этот грех приветствуется. Это те люди, которые не готовы оставить то место, где к этому греху нормально относятся. Смотрите, что говорит псалмопевец Давид в первом псалме. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист, который он не вянет. И во всем, что он не делает, успеет». Этот текст показывает нам пошагово, что нам нужно делать для того, чтобы быть счастливыми и благословенными. И самое интересное, что недостаточно просто пребывать в законе Божьем. Недостаточно просто пребывать в той сфере, где имя Божье царствует. Очень важно еще уйти из другой сферы, из сферы нечестия, там, где пропагандируется беззаконие. И Давид четко нам говорит, что сначала нужно оставить, уйти с этих путей, а потом прийти к путям Божьим. Один старший брат, тоже в жизни которого Бог сделал достаточно много чудес, исцелил от болезней, был, несмотря на это, очень взрывным и вспыльчивым и агрессивным человеком. Если что-то не по его, он сразу взрывался, потом извинялся, каялся за это. Его отношения с людьми не строились, за что, ну, из-за чего он достаточно страдал. И знаете, однажды он открыто признал свою проблему, заявил они на домашней группе. Группа начала молиться за эту нужду, но ничего не менялось. И вот однажды лидер домашней группы, он заметил одну вещь, что когда они собираются, и этот человек начинает рассказывать истории, и все его истории, они крутились вокруг одного. Вокруг какой-то политической информации, вокруг каких-то новостей. И он заметил, что когда он рассказывает об этом, он начинает становиться агрессивным. Он ему назначил встречу, они встретились, и он ему задал такой вопрос, говорит, брат, а скажи, что у тебя вообще происходит, вот как ты относишься к новостям? На что он сказал, говорит, я смотрю все новости и политические ток-шоу, на которые у меня есть время. Знаете, служитель вместе с ним поговорил, они предположили, что, скорее всего, причиной того, что он является таким агрессивным, является то, что он постоянно смотрит эти передачи, эти новости, которые и являются пропагандой этой агрессии. Они взяли небольшую паузу, на что он сказал, что посвяти это время лучше чтению Слова Божьего, служению и тому подобное. Знаете, этот брат послушался, начал это делать, и Бог его изменил. Оказывается, все было очень просто. Он сражался с грехом, но находясь на той территории врага. Но когда он ее оставил, Бог сразу изменил его. И сделал из агрессивного человека доброго, хорошего, благословенного брата, который даже в старшем возрасте начал служить детям. Поэтому, если мы сражаемся и где-то не можем победить на жерех, нам нужно пересмотреть, где мы находимся. Если это вражеская территория, нам нужно просто ее покинуть. И третье, мы будем переходить к молитве и к заповеди причастия. В начале, третий пункт звучит так, Бог меняет в служении. В начале этой истории есть такой стих, который записан в Луке 9, 27. «Говорю же вам истинно, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царство Божие». Левиты могут проходить уже на сцену. Смотрите, интересный момент. Иисус Христос служил ученикам. Он хотел приоткрыть им духовный мир, чтобы они увидели его реальность и утвердились и укрепились в вере. Когда я читаю этот текст, я вообще вижу, что то глобальнейшее событие, которое происходило на этой вершине, оно происходило всего лишь ради трех человек. Ради трех человек. Ради трех учеников. Но для того, чтобы послужить ученикам, самое интересное, Бог преобразил не их, а того, кто им служил. Это откровение. Бог преобразил не их, а того, кто им служил. Сегодня я с уверенностью могу сказать, когда мы служим другим людям, делая все, чтобы их жизнь изменилась, дорогие братья и сестры, Бог меняет нашу жизнь. Я в это верю сто процентов. Лет семь или восемь назад, когда я стал членом церкви, знаете, мой, знаете, скажем, мой христианский образ жизни не был примером. И однажды я позвонил пастырю Коле, записался на исповедь. И когда я пришел на исповедь, ну, как минимум, я ожидал какого-то выговора, какого-то взыскания. Я исповедался, мы помолились, я покаялся. Ну, знаете, вместо того, чтобы сделать мне выговор, пастырю Коле предложил мне стать на служение. Для меня это было, конечно, удивительным. Я просто понял, что, возможно, это какое-то предложение для меня от Бога, для того, чтобы исправить мою жизнь. Я согласился, стал на служение, прошло сегодня уже лет 7 или 8. Я могу сказать одно. За эти 7-8 лет, которые я служу в служении, зависимым людям, когда мы пытаемся как-то помочь, поменять жизнь людей, Бог все время это менял мою жизнь. Бог избавил меня от такого количества грехов и освободил, из-за которых бы, скорее всего, меня бы сегодня уже не было в церкви. И это не значит, что я преображенный такой, что просто дальше некуда. Нет. Есть куда меняться. Но в служении, когда ты служишь, когда ты пытаешься изменить кого-то, помочь как-то, измениться кому-то, Бог меняет тебя. Сейчас мы будем переходить к заповеди причастия. Мы можем встать на наши ноги. Братья-служители могут пройти, взять подносы, раздать. В это время мы будем поклоняться Богу. Знаете, в конце этой проповеди я хотел сказать одну вещь. После того, как Иисус преобразился на вершине, одной горы, он сошел с нее и взошел на вершину другой. На вершину Голгофы, где был распят, где даровал нам прощение. Этим самым открыв нам дорогу к преображению, но которая начинается с Голгоф. Если путь Христа был с вершины преображения на Голгофский крест, то наш путь к преображению начинается от обратного, от Голгофского креста в сторону преображения. Мы пока не принимаем заповедь, мы будем поклоняться Богу, потом мы совершим молитву и примем заповедь причастия. В заповеди могут участвовать члены церкви, те, кто не на замечании, не на исключении. Святость, смирение и благодать на кресте Бог явил, чтоб спасение дать, чтоб грехи все забрать, дать свободу душе. за меня убирал, ты страдал на кресте у креста, спасение людей у креста, конец боли твоей у креста, нам победа дана, новая жизнь началась у креста. Святость, смирение и благодать на кресте Бог явил, чтоб спасение дать, чтоб грехи все забрать, дать свободу души, за меня убирал, за меня убирал, ты страдал на кресте у креста, спасение людей у креста, конец боли твоей у креста, нам победа дана, нам победа дана, новая жизнь началась у креста, спасение людей у креста, спасение людей у креста, может ты сегодня борешься с грехом, может сегодня есть какой-то запинающий грех в твоей жизни, ты можешь прийти к Головскому кресту и принести его, а может быть ты уже был у креста, и тебе нужно подняться на другую гору, гору преображения, прими решение сделать это, и Бог тебя преобразит, Бог изменит тебя во имя Иисуса Христа, дорогой Господь, мы молим и просим тебя, чтоб ты благословил эту заповедь причастия, Иисус Христос, мы просим благословить принять силу твою во имя твое, Господь, от хлеба, который есть прообраз, тела твоего ломимого за нас, и от виноградного плода, который есть образом твоей святой крови, пролитой за наши грехи. Мы можем принять заповедь причастия. Спасение твоей у креста, нам победа дана, новая жизнь началась, у креста, спасение людей у креста, конец боли твоей у креста, нам победа дана, новая жизнь началась, у креста, спасение людей у креста, конец боли твоей у креста, нам победа дана, нам победа дана, новая жизнь началась. Господь, Господь, мы тебя благодарим, за то, что сегодня мы могли быть с тобою, за то, что мы могли сегодня прикоснуться к тебе, принять силу твою, Господь. Мы благодарим тебя за каждую нужду сегодня, написанную пред лицом твоим в этих записках. Мы, Боже, молим и просим, Господь, чтобы ты ответил, Господь, чтобы ты исцелил тех, кто нуждается в исцелении, Боже, чтобы ты благословил тех, Боже, кто просит тебя об этом в материальном плане, Господь. Возможно, в каких-то других сферах, Иисус. Мы молим и просим тебя за спасение наших родных и близких, Господь, чтобы ты приблизил его во имя Иисуса, чтобы нашим родным и близким было открыто имя Твое, Господь. Мы благодарим тебя за все. Мы с верой умолились во имя Иисуса Христа. Аминь. И еще одна молитва, которую я хотел бы совершить. Возможно, сегодня среди нас есть люди, которые пришли на это богослужение первый раз. Вы еще никогда не каялись, вы никогда не молились молитвой покаяния, но вы чувствуете, что вы устали так жить, как жили. Вы устали жить с грехом. А может быть, среди нас есть люди, которые уже были неоднократно на наших служениях, а возможно, были в церкви и по каким-то причинам отступили. Я хочу предложить нам помолиться молитвой покаяния, молитвой прощения грехов, на которую Иисус ответит прямо сейчас. Возможно, есть такие люди. Мы не будем просить вас выходить наперед. Просто хотелось бы увидеть ваши руки, если вы есть. Если вы хотите помолиться этой молитвой, поднимите ваши руки. Мы видим вас. Спасибо. Слава Богу. Я буду молиться этой молитвой и прошу вас, чтобы вы могли ее повторить за мной. Но чтобы это не было просто повторением слов, а чтобы это исходило из вашего сердца, из глубины вашего сердца. Дорогой Иисус Христос, я признаю, что я грешный. И я прошу тебя, прости мне мой грех, очисти меня, освободи меня, измени меня, измени меня и преобрази меня в образ твой. Я каюсь во всех своих грехах, отдаю их тебе на Голгофский крест и прошу, прости меня во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Дорогой Господь, мы благодарим за каждого, кто сейчас молился. Мы просим благословить этих людей во имя Иисуса Христа, чтобы каждый нашел Божье место в теле твоем, в церкви твоей, Господь, чтобы каждый последовал за тобой и не остановился во имя Иисуса Христа. Аминь. И те, кто покаялись, дорогие друзья, в конце тут будут стоять служителя, вы можете подойти, вам вручат небольшие подарочки. Пусть Бог благословит вас.